Здравствуйте! На телеканале Обнинск ТВ программа новости в студии Ильхам Нигматуллин и Елена Сидорова. Смотрите сегодня. ЧП муниципального масштаба. Почему отключилось электричество в домах северной части города? Без бумажки ты букашка. Страховщики отказываются выдавать автомобилистам полисы ОСАГО, ссылаясь на дефицит бланков. Учитесь домом управлять. Специалисты Обнинской администрации объясняют горожанам, как грамотно собирать и расходовать деньги на капитальный ремонт. Вчера немало жителей Обнинска провели вечер без света. В 19.51 в результате аварии на кабельной линии в трансформаторной подстанции на улице Королева произошло отключение электроснабжения домов сразу в 8 микрорайонах. Соответственно, погас свет, остановились лифты. О том, как энергетики и сотрудники экстренных служб справились с этим муниципальным ЧП, расскажет Ольга Некрасова. Термин «удачное обстоятельство аварии» вряд ли уместен, но в данном случае действительно повезло. Городские объекты жизнеобеспечения в зону отключения электричества не попали. Однако оказывать помощь людям все же пришлось. Из-за отсутствия электроэнергии 14 человек оказались запертыми в лифтах. До момента подачи электроэнергии в жилые дома люди были все извлечены без последствий. Всего в Обнинске в результате нарушения электроснабжения встали 93 лифта. И восстановлением их работоспособности специалистам Руслифта пришлось заниматься всю ночь. Причиной аварийного отключения стал пробой в кольцевой муфте кабельной линии трансформаторной подстанции на улице Королева. Для возобновления подачи электроэнергии было произведено переключение на резервную линию. Как пояснил в телефонном разговоре руководитель муниципального предприятия горэлектросети Александр Тюрин, общая протяженность линий электропередачи в Обнинске превышает 900 километров. И даже несмотря на все профилактические меры, время от времени небольшие перебои все же возникают. Но на случай нарушения подачи электроэнергии к жизненно важным объектам отработана система реагирования, которая обеспечит их функционирование. В этом случае у нас предусмотрено дублирование, перекольцевание, то есть нет необходимости запитывать аварийными источниками, а будут запитаны по другой сети, с других трансформаторных подстанций, как то с Ворсина. Тем не менее, подвижные дизель-генераторы, аварийные источники электропитания локальные, чтобы обеспечить работу холодильников, банков с кровью, как в клинической больнице или в медицинском радиологическом научном центре. У нас в муниципальном казенном учреждении аварийный запас этих генераторов, также на объектах жизнеобеспечения, теплоснабжение, горэлектросети, горгаз. Предполагается, что этих мер будет достаточно, чтобы в случае нарушения электроснабжения наиболее важных городских объектов ситуация не развилась до критической. Ольга Некрасова, Николай Подлепалин, Алексей Гавшин, Обдинск ТВ В части регионов ЦФО в последнее время образовался неожиданный дефицит полисов ОСАГО. Практически все компании отказываются страховать автолюбителей, заявляя, что у них нет бланков. А те, у кого такие бумажки все-таки есть, оформляют договор намного дороже стандартного тарифа, заставляя клиентов страховать еще и жизнь, а также навязывая дополнительные услуги. Почему страховщики стали закрывать свои компании и ужесточать свои условия? В этом попытались разобраться наши калужские коллеги из региональной редакции программы Вести. Светлана Цветкова большую часть времени проводит за рулем. Говорит, без машины никуда. Однако весной девушка едва не пересела на общественный транспорт. Возникли проблемы со страхованием автомобиля. Где-то мне предлагали страховать жизнь, где-то страховать имущество, где-то предлагали и говорили, что только неограниченные полиса есть в наличии. В соответствии с законодательством Российской Федерации запрещено навязывать потребителю ненужные ему платные услуги. Кроме того, договор ОСАГО является публичным договором, и страховые компании не имеют права отказывать в его заключении каждому, кто обратится за оформлением. В региональном Роспотребнадзоре рассказали, только в этом году от Калужан поступило несколько десятков заявлений с жалобами о навязывании страховыми компаниями дополнительных услуг. Однако факт нарушения доказать крайне сложно. Все дополнительные страховки идут отдельным от полиса ОСАГО бланком. И когда на месте выясняется, страховые компании всегда однозначно нам отвечают. Потребитель сам захотел добровольное страхование. Ему никто ничего не навязывал. А сам страховщик или любая страховая компания никогда, конечно, не напишет объяснение о том, что они навязывали эту услугу. Антимонопольная служба и прокуратура в ходе проверок выявила нарушения в трех страховых компаниях региона. Однако письменных жалоб и показаний свидетелей недостаточно, чтобы завести дело и наказать компанию-нарушителя. Мы внесли представления, в которых указали о тех нарушениях, указали, какие нормы закона ими были нарушены. Они эти представления рассмотрели и приняли меры к своим сотрудникам. В частности, как я сказал, проведена с ними беседа, как они нам писали в ответах, чтобы такие нарушения не повторялись впредь. То есть, никакие дела пока еще не заведены ни на кого? Никаких делах, да. На сегодняшний день не имеется. За доказательствами долго идти не пришлось. В самых популярных страховых компаниях, у которых есть лицензия на выдачу ОСАГО, автомобили больше не страхуют. Девушка, подскажите, к кому нужно обратиться, чтобы застраховать автомобиль? Каска ОСАГО. Каску? Ой, не, ОСАГО. Не делайте сейчас ОСАГО. Сейчас не делайте? А почему не страхуете ОСАГО? Не страхуем ОСАГО. Ну а почему, в чем причина? Скажем ОСАГО. Другой предложили застраховать жизнь, что увеличило стоимость страховки в несколько раз. Посмотр на машину есть? Есть. 4614 на год. Вот. Ничего себе. А чего так много? Страховочка жизни включается. А зачем? Ну, если без нее, можете написать заявление. Руководство передаем, и оно будет рассматривать. До 10 рабочих дней. По мнению аналитиков, страховые компании сейчас находятся не в лучшем положении. Только за этот год в Центральном федеральном округе больше половины организаций сдали свои лицензии на выдачу ОСАГО. Сами страховщики объясняют, слишком невыгодно выдавать полисы ОСАГО, особенно в Калуге, которая по количеству ДТП занимает второе место в стране. Плюс ко всему мошенники, которые пытаются обманным путем отсудить дополнительные выплаты от страховых компаний. А с июня этого года вступят в силу поправки в закон об ОСАГО, согласно которым сумма страховых выплат возрастет до 500 тысяч рублей. Вместе с тем, компании, возможно, смогут сами регулировать стоимость ОСАГО, а также определять, кому будут оформлять страховку, а кому нет. То есть любая страховая компания будет через призму смотреть на каждого страхователя, покупающего у нее полис. И я вас уверяю, что найдется масса причин для того, чтобы человек, который системно попадает в дорожно-транспортное происшествие, участвует в мошеннических схемах или просто ведет себя по-хамски на дороге, ему просто отказать в выдаче страхового полиса под любым предлогом. Кстати, многие эксперты предполагают, к лету останутся 10 крупных игроков на страховом рынке, которые будут диктовать свои условия большинству. И пока поправки в закон об ОСАГО не вступят в силу, проблемы с оформлением документов, скорее всего, так и будут продолжаться. Однако для сотрудников госавтоинспекции это не аргумент. Штраф за езду без страховки ОСАГО составляет 800 рублей. В реформировании системы ЖКХ весеннее оживление. Федеральный законодатель меняет принципы, по которым будет финансироваться капитальный ремонт жилых домов. Теперь граждане должны будут либо сами заниматься сбором и расходованием средств на эти цели, либо делегировать это право так называемому региональному оператору. Что для кого выгоднее, это объясняли вчера сотрудники городской администрации Ублинсом, собравшимся в городской библиотеке. С октября взносы за капитальный ремонт будут взыматься по новым правилам. Но уже сейчас, до первой декады июня, горожанам нужно определиться, где будут аккумулироваться эти деньги – на спецсчете или у регионального оператора. Региональный оператор находится у нас в городе Калуга, как уже все знают. Он сформирован. Деятельность свою он будет осуществлять за счет средств областного бюджета. Ни копейки не пойдет на их содержание зарплату, аренду помещений и так далее. Ни копейки со взносом не идет. 15% от собранных средств в первый год и 60% в последующий. В таком порядке будут тратиться деньги, которые хранятся у регионального оператора. При этом стоять в общей очереди придется всей области. И те, у кого дома в лучшем состоянии, будут оплачивать ремонт соседей. И все же, тем, у кого дома старые, целесообразнее выбрать регионального оператора. То есть от и до все работы будет выполнять для вас региональный оператор. Если вы будете на спецсчете, то эти работы вы будете делать самостоятельно. Ну а тем жителям, чьи дома построены в 80-х и позже, лучше всего самим распоряжаться, на что потратить деньги. При этом, если ремонт дома жильцы хотят сделать быстрее, они сами могут установить сумму ежемесячного платежа, чтобы как можно быстрее собрать необходимый минимум средств. Это будет минимальный размер фонда. Предположим, он будет установлен в каких-то пределах трех миллионов. И когда вы набираете эту сумму, то вы своим общим собранием можете принять решение и остановить внесение этих взносов на какой-то период. Правда, жильцам этих домов уже сегодня стоит пройтись по банкам и узнать все условия. Ведь деньги, например, на обслуживание счета взять из взносов нельзя. Это не целевое использование. В общем, тем, кто сам решит заняться ремонтом дома, придется изрядно попотеть. Предусмотрена отчетность владельцев счетов, как регионального оператора, так и ТСЖ и ЖК. Ежеквартально они обязаны отчитываться до 25-го числа следующего за отчетным периодом о состоянии средств по счету. Сменить форму управления средствами по капитальному ремонту в дальнейшем будет можно, но сложно. Поэтому Вера Чернышева призвала горожан 10 раз подумать, прежде чем принимать решение. Чтобы сохранить финансовую устойчивость работы регионального оператора, выйти от него можно только через два года и при условии, что у вас нет должников по дому. Войти к региональному оператору вы сможете в самое ближайшее время. Рассчитывать жильцы смогут и на субсидии. Правда, список работ здесь сильно ограничен. Разработка проектно-сметной документации, утепление фасада, ремонт кровли. Так, например, замена лифтов, в которые нуждается большинство домов, в этот список не входит. Да и сами субсидии – вещь призрачная. Ведь рассчитывать на них жители смогут уже после того, как все работы будут сделаны. А поэтому горожане вновь почувствовали себя обманутыми. Неужели наше правительство, неужели наше государство настолько бедное, настолько плохо живет, что сейчас, когда людей и так обдирают со всех сторон, и пенсия не увеличивается, если она увеличивается на 100 рублей, отрезку больше, почему неужели на это нельзя всю бытовуху, которую скинули, фактически скинули на население, которое и так нищее, неужели нельзя было вот этот капитальный ремонт проводить за счет государства? Правда, к такому отношению государства люди уже давно привыкли. Да и преодолевать трудности нам не привыкать. А то, что новый закон о капитальном ремонте ничего, кроме лишних трудностей, людям не принесет, в этом горожане не сомневаются. Евгения Власек, Алексей Гавшин, телекомпания Обнинск ТВ. Успех в творчестве определяется не только желанием выразить свои эмоции, но и умением донести их до зрителя. Это уже поняли авторы картин, что представлено сейчас на новой выставке, которая открылась в Обнинском клубе ветеранов. Уже второй десяток лет при Обнинской школе изобразительных искусств действует студия, где занимаются взрослые люди, решившие научиться рисовать. Они представители разных профессий, многие уже в пенсионном возрасте, но ведь желанию творить все возрасты покорны. Главное, чтобы учитель попался толковый, а в этом отношении студийцам повезло, считает Евгения Власюк, которая побывала вчера вечером на вернисаже. Начали мы ровно 15 лет назад. Вот в этом году получается юбилей нашей студии. Но у нас пришло всего три человека. Когда первый раз пришли, Владимир Сергеевич, такое растерянное у него лицо было, потому что пришли пожилые люди, и я сама боялась даже, думаю, как я объясню, что у меня уже в солидном таком возрасте. Ну а потом потихонечку, потихонечку все-таки он взял нас к себе. Спустя 15 лет количество студийцев заметно выросло. И, как признаются педагоги, проводить свои первые уроки они боялись не меньше своих учеников. Я помню, что очень волновалась, потому что, когда я пришла, все были намного старше меня. Была такой молоденькой девочкой, пришли взрослые тетеньки. Я, естественно, не с беретом, не с шарфом, не с бородой, и я боялась, как меня воспримут. Восприняли хорошо. Сегодня ученики Елены Денисовой открывают для нее новые горизонты в творчестве, ведь главное для творческого человека – богатый внутренний мир. А все ученики здесь – учителя, юристы и врачи. Последних особенно много. Ведь, как объясняют медики, первые азы рисунка они освоили еще в УЗЕ. Мы еще в студенческие годы очень много рисунков. Тогда фотография была на довольно примитивном уровне, и много рисунков приходилось делать. Но, наверное, что-то в человеке есть. В общем, нравились все эти клетки, всякие включения в клетки. В общем, рисунков много делали. Именно богатый внутренний мир позволяет художникам искать темы для сюжетов. Ведь большинство картин здесь чистой воды фантазия, хотя реальные вещи тоже есть. Иногда цепляешься такой маленькой, какая-то деталь маленькая, и потом на нее уже накручивается что-то такое основательное. Но не только в групповых выставках участвуют художники. Были у них выставки и персональные. И все же спустя 15 лет обучения профессионалами они себя не считают. Те, кто здесь много занимаются, уже старейшины такие, они достигли достаточно высокого уровня. И самое важное, они стали художниками в таком смысле, как раскрыли свое «я» и нашли свой язык, самовыражение. Они пишут композиции, а это означает, что человек дорос до профессионализма. Необыкновенное состояние души, когда на белом холсте рождается картина, по утверждению художников, передать невозможно. И чтобы это состояние повторялось как можно чаще, художники готовы учиться еще и еще. Евгения Власюк, Алексей Гавшин, телекомпания Обнинск ТВ. Сегодня это все, о чем мы хотели сообщить. Следите за новостями вместе с нами. До свидания. До встречи завтра на Обнинск ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова